Друзья, как-то я начал рассказывать вам о нашей жаркой командировке на юг Азербайджана, в один из славящихся своими изысканными, роскошными природными одеяниями уголков страны огней, в котором царит субтропический климат. Мое последнее, друзья, мы в Ленкаране. К слову, данный климат и является одной из причин наличия у Ленкаране такого утонченного, насыщенного богатой палитры натуральных оттенков природного гардероба, радующего в любое время года своих гостей сложностью спектра полутонов, присущих тому или иному сезону, и оригинальностью их сочетания. В прошлый раз нам улыбнулась фортуна, и мы наглядно в этом убедились, окунувшись в, образно говоря, океан оттенков зеленого цвета. Произошло это на бамбуковой плантации. Там же мы стали свидетелями того, как благодаря таланту местного мастера из этого растения получаются достаточно оригинальные не только сувениры и предметы быта, но и мебель. Ну и по доброй традиции нашей передачи, ваш покорный слуга, предварительно приложив руку к сбору бамбука, пополнил свою, как мне кажется, ценнейшую копилку новых навыков. Попробовав поучаствовать в процессе превращения дара природы в нечто рукотворное, приносящее пользу в быту и вызывающее эстетическое наслаждение. Сегодня я продолжу повествование о том, как тогда проходил наш летний линкеранский эко-вояж. И как я некогда говорил, новые приключения действительно поджидали нас за горизонтом. И сейчас я поведаю вам об одном из них. Что ж, друзья, нередко так хочется побывать в тишине, на природе, постараться слиться с ней воедино, почувствовать все ее волшебство, встретить рассвет и вечернюю зорьку, проникнуться в философию ночи, утра, дня и вечера. А главное, пусть даже и ненадолго, замедлить невероятный темп повседневной жизни хотя бы на некоторые мгновения. Все это может подарить, ну, конечно же, рыбалка. А когда она проходит в таком живописном месте, как озеро Хамбуван, то согласитесь, что все вышеперечисленное можно спокойно возвести в энную степень. Итак, когда я узнал о том, что здесь будут проходить соревнования профессиональных рыбаков, то не мог упустить такую возможность и не оказаться в самом эпицентре событий. Турнир по спортивной карпфишингу. Мы проводим уже эти соревнования, турниры 2017 года. Последний наш турнир в честь генерала-майора Пулата Гошимова. В турнире участвуют 52 участника, 26 команд. Но перед тем, как влиться в такое увлекательное занятие, как рыбалка, позвольте начать с самого начала и сказать пару слов о том, как мы добирались до берега, на котором проходила жеребьевка перед началом турнира. После того, как мы на своей машине подъехали к одной из многочисленных здешних зон отдыха, нам пришлось оставить наше транспортное средство и со всем своим оборудованием пересесть на внедорожник, которым управлял местный житель и за символическую плату доставил нас до нужного нам пункта. Дело в том, что другой автомобиль не смог бы проехать по извилистому бездорожью с такими частыми спусками и подъемами. Однако, если бы не наш груз, камеры освещения, то можно было бы пройтись и пешочком, что, на мой взгляд, гораздо полезнее для здоровья и является весьма действенным способом слияния с природой. Так что, друзья, как добираться до берега, выбор, несомненно, сугубо личный и зависящий от обстоятельств. Но скажу одно. В любом случае, вне зависимости от того, каким образом вы окажетесь у воды, все равно будет очевидно, то, что окружающие пейзажи здесь однозначно экспрессивные, я бы даже сказал, жанровые, патетические, что как раз хорошо подходит для такого мечтательного сочинителя, как ваш покорный слуга. И вот, когда все участники со своими снастями были в сборе, началась жеребьевка, после которой команды и мы с оператором выдвинулись на свои индивидуальные, согласно выпавшим номерам, точки. Мы проводим турниры в Мирпятии, чтобы осуществилась любовь в наших людях к природе, водоемам, водным ресурсам, чтобы все люди знали, что не только государство должно это сохранять или защищать. Каждый человек должен знать, что это наша природа, это принадлежит каждому из нас. Спортивная рыбалка определенно оказывает положительное влияние и на увеличение популяции рыб в водоемах. Каким образом? Ну, например, как рассказывают профессиональный рыбак, никогда не выловит большее количество рыбы, чем это ему необходимо. И еще один важный нюанс. Он сразу же отпустит рыбу, если ее размеры не соответствуют стандарту, установленному законодательством. или же если она с игрой. Члены Ассоциации рыбаков Азербайджана наряду с соответствующими государственными структурами также вносят свой ценный вклад в борьбу с синтетическими сетями и с браконьерством в целом. Мы обязаны это делать. Потому что если не мы будем защищать, и наши поколения, будущие поколения тоже не будут защищать, потому что им уже нечего будет защищать. С 1991 года рыба исчезла на 91% во всех водоемах Азербайджана и в секторе Каспии в Азербайджане. Ну, сегодня уже, мы можем сказать, уже рыба увеличивается, 8-10% рыб больше стало, и это уже радует. И это радует не только профессиональных рыбаков, но и туристов, как граждан Азербайджана, так и гостей из-за рубежа, которые могут понаблюдать за процессом рыбалки в многочисленных красочных уголках страны огней, таких как Хамбулан в Ленкеране. Прекрасный город, прекрасная природа. Водоем Хамбулан отвечает на все стандарты, которые проводятся в международных уровнях. Когда я увидел это место, я здесь обязательно, я дал слово, даже недавно мы говорили, я уже заключил договор. Два тона мальков, сазан, купили уже, отпустим сюда, для популяции увеличения рыбы. А теперь давайте понаблюдаем за таинством рыбалки и постараемся проникнуться этим умиротворяющим занятием. Все начинается со снастки, сборки удочки. У этого процесса, оказывается, существует множество тонких нюансов. Каждый этап требует предельной внимательности и соблюдения определенных правил. Однако, немаловажным аспектом здесь является и личный опыт рыбака, на основании которого вырабатываются индивидуальные приемы. Я его все время так закрепляю, потому что, если рыба клюет, если большая рыба, чтобы он унес только леску, а не удочку. То есть, бывает такая рыба, что может унести и удочку. Да, бывало и такие времена. Мы бегали за удочкой, чтобы поймать у хотябы удочку. Интересно, интересно. Да, у вашего покорного слуги, подчеркну, у человека, который, ну, от силы раз пять был за всю жизнь на рыбалке, и то, скорее, в качестве наблюдателя, нежели рыбака, здесь интерес вызывало абсолютно все. И мне особо хотелось бы поблагодарить за терпение и гостеприимство ребят, рыбаков, которые с пониманием относились ко всем моим назойливым расспросам. А тем временем мы уже развели костер. И пришла пора готовить... Нет, не завтрак, обед или ужин, а, внимание, специальную наживку. Да-да, на костре. Друзья, посмотрите, как интересно. На первый взгляд, вроде бы, пшено и кукурузная крупа, да, насколько я? Да. Если я не ошибаюсь. И все это делается для рыбы, представляете? И не только это. Серьезно? Такого я никак не ожидал. Вот что значит дилетант. Это я про себя. Как выяснилось, у каждого рыбака существует свой особенный рецепт наживки и прикорма. Ну, давайте постараемся выведать рыбацкие секреты и посмотрим. Что там еще в меню? Как видишь, это у меня халва. Халва. Обыкновенная халва, которую можно купить в магазине. Сладкая, очень вкусная. Здорово. Посмотри, какой это там. Я даже с удовольствием попробую. Можно? Да, конечно, можно. Это здорово, друзья. Давай, давай скажем. Оказывается, вода, хлеб, халва не являются единственными составляющими частями прикорма. Представляете? Нет. Ну, а самоварный чай, конечно же, для рыбаков. Так что на этом его приготовление не заканчивается. Кукурузная крупа. Здорово. Друзья, посмотрите, как это выглядит. Мне это напомнило концентратный суп из пакетиков, который, в принципе, мы нередко покупаем в супермаркетах. Это ароматизатор. Ароматизатор клубники. Здорово. И теперь все это надо перемешать, да? Да. Я тоже приму участие в этом. Пожалуйста. Пожалуйста. Но после того, как экологически чистая наживка, прикормка готова, еще рано начинать непосредственно ловлю рыбы. Рыбаки рассказывают, что для начала ее необходимо этим прикормом заманить, так сказать. Мы сюда корм ставим. Закрываем ее. Когда она прикасается вот так к воде, и это открывается, она сама сходит. Интересно как. Да. И этот корм отстается над ней. Здорово. И мы и это тоже самое на 40 метров поставили, чтобы прикармливать именно это то самое место. Ну, это все законные, как бы, методы прикормки рыбы. То есть на соревнованиях использовать подобные гаджеты, скажем так. Ну, конечно, конечно. А как же еще? А по-другому никак. Вот теперь уже все готово. Первая очерка у нашей эко-экспедиции «Боленька ранее». А сейчас, с вашего позволения, я сообщу вам о том, что сегодня выпуск подошел к концу. Всего доброго, друзья. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова